Очередной нож в спину Московии всадила такая братская и, казалось бы, покорная Беларусь. Все же помнят, что между Беларусью и страной-бензоколонкой с конца прошлого года возникли серьезные терки на предмет поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Конфликт настолько серьезен, что договориться стороны толком так и не сумели. А где ж тут договоришься с запоребриком, который не знает, что такое честный бизнес, а рассматривает любые контакты с Беларусью, как ситуацию между Сюзереном и Вассалом, в котором роль последнего и отведена стране Лукашенко. Но в кои-то веки Беларусь заортачилась и не согласилась покупать российскую нефть, которую РФЕ предложила после того, как Лукашенко послал Путина и его свору с идеей создания нового союзного государства. Лукашенко прямо сказал, что не пойдет на уступки и будет искать другие рынки для закупки нефти на белорусские НПЗ. И вот стало известно, что Лукашенко, похоже, нашел первого, пусть и довольно скромного поставщика. И Беларусь начала импорт норвежской нефти, о чем уже сообщил концерн Белнефтехим. На первом этапе сотрудничества белорусская нефтяная компания БНК купила партию из 80 тысяч тонн нефти марки Йохан Свердраб, груз которой будет доставлен в литовский порт Клайпеда 22 января, а оттуда по железной дороге попадет на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод. На данный момент точный конечный продавец нефти неизвестен, но, судя по всему, им может выступать французский концерн «Тоталь». Сорт норвежской нефти по качественным характеристикам практически идентичен с российской маркой «Уралс». Поставки этого вида нефти на мировые рынки начались еще осенью 2019 года, когда было запущено одноименное месторождение на шельфе Норвегии. Это, к слову, и о том, что в Европе появился новый, непосредственный конкурент РФ даже по марке нефти. Купленные 80 тысяч тонн – это первая пробная партия, но, если быть честным, это довольно ничтожное количество от необходимых Беларуси объемов, которые оцениваются в несколько миллионов тонн. Тем не менее, импорт из Норвегии – это очевидный знак и посыл Кремлю, что Беларусь настроена серьезно и реально ищет альтернативу нефти из Арефии. К слову, отметим, что поставки были найдены и налажены довольно быстро, учитывая, сколько требуется времени на организацию подобной логистики. Норвежская нефть вполне вероятно может оказаться лишь пробным этапом на пути частичного отказа от импорта из России. Да, нужно понимать, что Беларусь как бы ни старалась, не сможет до конца отказаться от нефти из Балалайшной, но вот снизить долю импорта и лишить Кремль какой-то части денег – это для Лукашенко вполне по силам. Что характерно, закупка у норвежцев подействовала практически моментально. Нет, поставки нефти из Арефии не возобновились, но Кремль внезапно захотел выплатить Беларуси компенсацию за грязную нефть, которой Запоребрик загадил нефтепровод и чуть ли не поставил под угрозу работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Помните, как Лукашенко демонстративно уехал с какого-то форума, плюнув на Путина и РФ, когда узнал, что из Московии потекла вместо нефти какая-то жижа. И вот после животворящей поставки из Норвегии Кремль решился на жест доброй воли. Очень похоже на то, что Беларуси так и удалось немного сбить спесь с кремлевского ботоксного чучела и заставить более адекватно оценивать партнерство. После такого перо это очень может быть, что Беларуси удастся добиться от РФ нормального, а не кабального контракта на импорт нефти. Ведь очевидно, что для РФ сейчас не время изображать из себя нефтяную бонзу, когда ее сырье стоит в пределах порога рентабельности, а сам Запоребрик лихорадочно наращивает объемы добычи, чтобы хоть где-то раздобыть нало на содержание всей своей гоп-компании. Беларусь для РФ это золотое дно, на которое приходится около 10% от всего экспорта нефти. Даже 20-дневный простой без экспорта обходится России в огромные финансовые потери. Да, страдает и Беларусь, но, как видим, она ищет альтернативы. А какая будет альтернатива у Запоребрика, если Лукашенко удастся найти поставщика, который закроет хотя бы 2-3% российского нефтяного импорта и подпишет с ним контракт? Куда Россия втюхает эти миллионы баррелей и где компенсирует недополученные сотни миллионов долларов? Резюмируя, отметим, что с РФИ так и нужно поступать. Что, показав хоть толику несговорчивости и нежелание плясать под дудку Кремля, можно и компенсацию получить за замусоренный нефтепровод и Газпром наказать на несколько миллиардов? Наглядно продемонстрировать, что без своих ресурсов Московия – это просто пшик на политической карте мира, который самым эпичнейшим образом подтверждает свое прозвище страны-бензоколонки, которой можно вертеть как угодно, стоит только обзавестись настоящим бизнес-партнером, а не страной-братушкой, который подгонит тебе ту же нефть или тот же газ по адекватным ценам. То ли еще будет, когда нефть и газ опустятся в цене еще ниже? Только представьте, на что будет готова эта кремлевская свора собирателей земель русских, только чтобы втюхать свои природные ресурсы.